Всем привет, с вами Валерия Джуми, и сегодня мы познакомимся поближе с группой Peak Fantasy. Это женская группа, и они находятся под агентством MyDoll Entertainment. Дебют состоялся у группы 24 октября 2018 года с песней Eriva. В группе у нас получается с вами всего 9 участниц, и эта группа всех зацепила, даже не поверите чем, тем, что одна девушка до сих пор не показала своего лица. На самом деле, многие думают, что это единственная группа, которая пыталась таким методом привлечь к себе внимание, но на самом деле нет. Была еще одна группа, которая, правда, уже существовала, но у них, так как много раз происходили изменения в составе, у них был такой момент, когда пришла к ним девочка, и она была постоянно в маске, то есть вот так вот именно в маске, только глаза были открыты. Эта группа называлась The Holik, и, если честно, у них ничего в итоге не вышло хорошего. Да, девчонка была классная, рэп у нее был хороший, но все-таки было что-то не так. Ладно, мы приступим именно к Pink Fantasy. У них же, уже девушка не ходит вот так вот, чисто с маской, да? У нее маска кролика. Когда я это увидела, я такая, типа, what? Какого фига, почему у нее маска кролика? Причем, извините, она вот такая вот большая, и вы представляете, ну, насколько в такой маске реально жарко, очень жарко. И я не представляю, как она вообще в клипах там снималась, и не представляю, как она вообще на сцене выступает в такой маске, потому что это реально, ну, это реально жесть, народ, реально жесть. И получается, у нас также в статьях было сказано о том, что она снимет свою маску только тогда, когда они займут первое место на музыкальном шоу, то есть получат первую награду. Посмотрим правде в глаза. Пока что что-то не очень все хорошо идет у данной группы. А все почему? Потому что, честно, песня Иревана вроде как бы, ну да, хорошая, цепляющая, но чего-то песни не хватает. Ну и концепт, конечно, очень удивительный, но шо ж. Чем они вдохновились, так это они вдохновились, все знают эту историю, все знают сказку, фильм Алиса в стране чудес. Вот откуда и взялся этот кролик у нас. Всякое бывает в жизни, ну ладно. Также у группы есть подгруппа Шай, они дебютировали 26 марта 2019 года. Также название фандома у нас Лавит. Кстати, очень интересно, почему именно Лавит? Переходим к участницам, их всего 9, как я уже сказала. Первое, это Деван. Это как раз-таки наша скрытая участница, которая ходит с маской кролика. И да-да-да, в записях, в тесте все верно, у нее реально написан рост 200 сантиметров. Ну, я думаю, все понимают, что такого на самом деле нет. Ну и дата рождения тоже, соответственно, написана на данный момент верно. А то вдруг все подумают, что это я тут что-то придумала. Нет, так реально указано. Она у нас получается рэпер и... Класс. Сори. Айни. Она лидер, саб-вокал, лидирующий рэпер. И да, ей 28 лет. Поэтому неудивительно, что она является лидером, но самый дальнейший шок у вас будет, это чуть позже. Честно, я была реально в шоке, когда я это узнала. Мало того, что тут и так как бы кролик, да, как бы есть девушка-кролик у нас. А тут еще лидеру 28 лет. И еще кое-какой момент у данной группы интересный. Лидирующий рэпер, как это звучит? Мне не проще было написать ведущий. Так, ладно. Сия, саб-вокал, главный рэпер, любит петь в жанре трот. И, конечно, очень интересно, почему она любит петь в жанре трот, но да, такое есть. Кстати говоря, если что, информации по участницам маловато на данный момент. Но надеюсь, что группа потом в ВКонтакте, которая будет, ссылка внизу оставлена под видео, обязательно потом впоследствии пополнить всю информацию о девочках. Е-Чан. Она у нас главный вокал, любит петь, ну, по-моему, неудивительно. И любит делать каверы. Каверы именно в пении, если что, в плане пении. То есть и каверы, которые где-то типа танцуют. Юбин. Главный танцор, лидирующий вокал. Господи, лидирующий, лидирующий рэпер, главный рэпер. Я не понимаю, откуда у корейцев такие, блин, названия появляются этих. Ну, ладно. Карин. Сам саб-вокал, лидирующий танцор. Опять лидирующий, да. Аран. Саб-вокал, лидирующий танцор. Еще один лидирующий танцор. Но еще что самое мне понравилось, так это то, что она занимается тайским боксом. Вот это я была удивлена, если честно. Хисон, саб-вокал, Макне. И вот ей ты 14 лет. Я была в шоке, когда я это узнала. Именно вот так вот я сидела и такая, что? И понимаете, такой мозг немного. 28 лет лидиру, 14 лет Макне. И такой, как это вообще возможно? Но это так. Хотя, кстати говоря, я бы не сказала по внешнему виду, что они прям вот, что лидиру типа 28, а это типа ей 14 лет. Хотя, может быть, немного у Макне все-таки это заметно. Но, в общем, да. Она является Макне по правилам. Как и полагается. Раз ты такой маленький, то будешь Макне. И еще. Она занимается Тэквондо. Малышка, которой 14 лет, состоит в группе. И при этом она занимается Тэквондо. Мой мозг на этом моменте тоже сломался. Потому что ты такой, как это вообще всевозможно? Ну, это еще ребенок. Как это вообще? Ну, в общем, да. Что есть, то есть. Как говорится. И последняя участница это Сана. Она у нас только недавно присоединилась к группе. Присоединилась она в июле этого года. И пока что позиция ее вообще не ясна, если честно. Потому что я пыталась найти хоть какой-то отголосок. Типа, кто, что она. Но в итоге я так и не нашла. Надеюсь, потом все-таки более подробно напишут, кто она есть. Потому что это было для меня на самом деле удивительно, что Сану как бы сюда это в группу добавили. Камбэк был с песней Фэнтези. И вот именно эта песня мне понравилась гораздо больше, чем сама дебютная песня. Потому что дебютная, опять же говорю, там чего-то не хватало. Да, она приятная, милая. Можно ее несколько раз послушать. Но именно вот песни Фэнтези их, вот это была мощь, если честно, для меня. Я когда услышала, я такая, вау. Правда, конечно, многие стали их сравнивать с Дрим Кетчер. Хотя я не понимаю зачем. Потому что у Дрим Кетчер все равно немного другое направление. Да, они тоже там типа жанра рок. Но у Фэнтези все-таки немного другая ассоциация идет. И, во-первых, этот кролик, он не может никак позволить вам подумать о Дрим Кетчер. Потому что, ну, это же кролик. Очень многие сейчас говорят о том, что, типа, в чем прикол, почему Деван постоянно, типа, сзади танцует. Когда надо, наоборот, ее вводить вперед, чтобы больше, ну, акценты делать на этой девушке. Потому что она, типа, в этом кролике. Кстати, да. Когда дебют был, совершенно другая была маска кролика. Когда камбэк произошел, уже другая маска кролика была. Мне интересно, где они достают эти гребаные маски? По-моему, ее очевидно, почему уводят назад. Потому что в такой маске реально тяжело танцевать. И она явно, блин, тяжелее, чем ее голова, блин. Конечно, я надеюсь, что потом они перестанут так издеваться над ней. Понятное дело, что все было согласовано с этой участницей. Так что просто ждем и верим. Надеемся, что, наконец-то, они получат награду. Уже хотя бы со следующим камбэком. Потому что этот камбэк, опять же, почему-то все равно не особо зацепил людей. Ну, мне лично понравился. К тому, кому-то тоже понравился. Но именно корейскую фан-базу, если брать, то что-то там пока не особо все хорошо. Еще по поводу Девон. Когда только-только объявили о том, что будет дебют данной группы, все думали, что это парень в маске, а не девушка. Ну, наверное, все думали, типа, ну как же так? Типа, как же она может быть, типа, девушкой, такую маску носить? Тут только есть и парень. Ну и плюс ее всегда одевают так, что там едва ли видны, как бы, ее ноги, да, там и так далее. Но все-таки это девушка. Это реально девушка. Никакого парня там по миме нету. Потому что все-таки она рэпер, и в песне ее прекрасно слышно, как она поет какие-то строчки. Хоть пока их и мало, но ее все-таки слышно. Больше, кстати говоря, по-моему, таких песен у них нет. По-моему, только дебютка и вот это вот. Но если я ошибаюсь, то извиняюсь. Но надо будет еще раз просмотреть. В общем, я постаралась кратко вам рассказать. Я надеюсь, конечно же, что скоро мы узнаем, наконец-таки, кто эта девушка. И она, наконец-то, перестанет носить эту маску. Она реально, она даже на всякий фонсай надевает эту маску. И на сцене она тоже в этой маске. И на фотках она тоже в этой маске. Я, конечно, не знаю, как участницы это все терпят. Ну, да. Ну, и как вы заметили, что тут тоже такой прикол в том, что лидеру 28 лет, самый младший 14 лет. И это я скажу вам ого-го, потому что в 14 лет дебютировать с довольно-таки такими уже более, наверное, продвинутыми девчонками. Потому что все остальные видно, да, по возрасту, что они уже давно стажерами являются. И получается, что они более опытные. Ну, видимо, она хорошо себя показала, и поэтому ее вставили. Да, кстати говоря, вместо Хисон, Хисон была до этого другая еще девочка. Но не успев объявить о дебюте, она ушла. То есть она в клипе есть, эта девочка. Саму Хисон в дебютном клипе нету. Но ее голос там есть. То есть в клипе снялась пока другая на тот момент, да. Но озвучка уже голос Хисон. Это вот если у кого-то вдруг возник вопрос, типа, почему в дебютке нету Хисон. Потому что там была до этого с ними другая девочка, тоже младшая. И в результате она ушла, и, соответственно, Хисон поставили на ее место. Надеюсь, вам видео понравилось. Хоть немного вы узнали о данной группе. Ссылка на группу по этой будет оставлена в описании под видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, как вы считаете, стоило ли так заморачиваться агентству и вообще в целом группе по поводу этой маски кролика. И ждем, когда же мы наконец-то увидим ее лицо. Всем пока! Всем привет, само... Ну почему вечно начинается все через одно место? Кролик-то? Господи, кошмар какой-то. Я так ее жалко. Клеп, ты вообще не в тему тут пришла. Что за хрень? Иди отсюда в баню. Я тут одна буду снимать видео. Давай, иди отсюда куда-нибудь. Верно, ей 28 лет, и поэтому неудивительно, что она у нас рэпер. О, господи. Субтитры сделал DimaTorzok